Ключи от злополучного авто остались на месте, а вот самого автомобилиста поймать не удалось. Погоня за лихачем началась после того, как водитель автомобиля ВАЗ-2109 сознательно проигнорировал требования инспектора об остановке. Нарушитель сумел скрыться и заехал в лесополосу, после себя оставив только следы. А вот поймать убегающего пассажира, так сам представился мужчина лет 55, удалось. Погоня за пьяным водителем запомнили ту ночь полицейские. Интересных случаев в пятницу было много. Это деревня Нижний Токаныш. О приезде инспекторов местные жители предупредили сразу. Но водителя ВАЗ-2114 инспекторы ГИБДД все же настигли. Правда, уже недалеко от собственного дома. Объяснял он свои нарушения так. Отъезжал только от дома, живу рядом. За один вечер этому Токанышцу напомнили сразу о трех нарушениях. Перевозка ребенка без детского удерживающего устройства, его имя не было вписано в страховой полис и при этом оказался без водительского удостоверения. Ночной рейд для сотрудников ГИБДД выдался довольно насыщенным. Пьяного водителя, к сожалению, задержать не удалось, но в Камском лесничестве участковые выявили водителя, управлявшего авто, будучи лишенным прав. А что касается статистики, она показывает, водители за рулем стали пить меньше. В 2020 году за езду в нетрезвом состоянии были остановлены 87 водителей. За этот же период в 2019 году количество нарушителей составляло 114 человек.